друзья всем привет сейчас полезем вот сюда в яму доставать черенки винограда но давайте посмотрим как они хранились потому как в этом году я вообще не заморачивался просто бросил в яму и там они у меня лежат и их в этом году вообще халатно храним если можно так сказать вот видно вам просто мешок с черенками и все вытаскиваем наружу так ну и чего ну и все огонь не плесени ничего смотрите-ка еще и раньше заморачивался там тряпки влажные целлофан вентиляционное отверстие в мешок из-под комбикорма в яму смотровую и все и все в порядке все буду сейчас нарезать замачивать марганцовки на ночь вчера нарезал черенки подписал уложил вот в такую емкость прижал бутылкой чтобы они не всплывали сколько они нас 8 часов до где-то они у нас продезинфицировали сейчас нам нужно сменить воду то есть вылить вот это все чуть ополоснуть и залить свежую водичку оставим их я думаю на двое суток ну да двое суток будет нормально чтобы они пропитались набрали влагу и дальше уже будем подготавливать к окоренению около полутора суток у нас эти черенки лежали в воде а эти наверное около двух сейчас что мы делаем я сейчас развел гетерой нигде троксин я развел корневин в этот раз значит 5 грамм пакетик на 5 литров воды лишние воду разведенную я вылил чтобы создать уровень необходимы для замачивания нижней части черенка но желательно чтобы он не касался почки потому что будет тормозить раскрытие почки нам это на руку но в разумных пределах как бы а может так получиться что он надолго затормозит так сейчас значит мы берем черенки по-хорошему их нужно высушить на тряпке да потом пробороздавать то есть ослепить почку нижнюю и пробороздавать обрезаем мы их но где-то сантиметр от нижней почки я обрезаю чуть короче 05 где-то вот пробороздавали и ставим вот в эту емкость я оставляю на 6 часов намного не ставлю как бы ставит и до суток держит но я больше 6 часов не ставлю так борозду я вот таким шилом бороздавать обязательно для того чтобы образовывался калус а потом из него выходили корни значит беру шило и делаю такие как сказать насечки вот в эту сторону ну 45 я делаю на черенке предварительно ослепив почку почку ослепляем ногтем и сковыриваем просто делаем вот эти носички и уже в таком виде ставим в емкость с разведенным корневином все пробороздавали установили в емкость с корневином ждем 68 часов и дальше ставим на кельчевание вот так поставили мы наши череночки на укоренение в этот раз я укореняю на воде вот значит смотрите мне этот метод укоренения на воде меньше нравится чем укоренение в кокосовом субстрате потому как субстрате результат более прогнозируем и стабилен но черенки эти мои не так для меня цены поэтому я решил что укореняться укореняться нет так нет новых черенков я не покупал в этом году к сожалению было не до этого вот поэтому укореняем свои значит на теплый пол поставили мы банки в банке налили ну нужно наливать полтора сантиметра воды чтобы корни образуются на границе вода воздух вот я налил сейчас многовато но на этой стадии это не сильно принципиально вода будет испаряться и как только достигнет уровня в полтора сантиметра я буду этот уровень поддерживать так в емкости в банке в нашей я положил в каждую банку по одной таблетке активированного угля чтобы не так быстро затухала вода воду рекомендовано менять раз в неделю смотрите значит смысл вот этого укоренения нам нужно создать температуру в районе нижнего глазка да где у нас пойдут корни где-то от 20 до 25 градусов но в идеале 24 но не больше 25 вот мы сейчас сколько тут градусов у нас работает так у нас температура сейчас 23 и 1 градус внизу вот щуп у нас в нижней точке а наверху где-то в районе 12 у нас гаража сейчас 12 13 градусов я поставил пока в гараж так как сейчас не принципиален нам свет до уличной дневной или подсветка глазки все закрыты как только у меня начнет выходить зеленая масса я переставлю вот эти банки на подоконник в дом на теплый коврик на коврик для сушки обуви скорее всего то есть там будет у меня также кельчеватель или кельчеватор кто как называет вот а сейчас стоит все здесь как бы чтобы просто так теплый пол не работал у нас здесь идет подогрев вот этого бочонка и заодно будет проращиваться вот это вот все дело так у нас начинается сезон 2020 посмотрим что у нас будет в этом году по винограду кому интересно подписывайтесь на канал жмите в колокольчик чтобы не пропускать новые видео всем спасибо всем пока